привет дорогие друзья с вами снова сергей канал мое увлечение вот таким вот солнечно-ноябрьским день ком очень хочется продолжить строить мою баню потому что вот как я ее оставил неделю назад прошлые выходные так она и ждет когда же дальше начну и заниматься но сегодня ребята у меня вы на баню руки то ли дойдут то ли не дойдут я пока не понимаю сегодня у меня выпуск будет про садово благородные дела потому что я буду заниматься ими может быть что-нибудь еще поделаем интересное оставайтесь со мной до конца и вы скоро сами все увидите вот это сортовая вишня ребята появилась на этом месте ровно за год до того момента когда появился этот дом то есть ну там чуть больше двух лет назад она очень хорошо и красиво развивается но теперь она тут совершенно нет места потому что во-первых тень во вторых тут баня в третьих ей мешает это яблоня и сегодня ее выкопаю и отправлю он туда с большими деревьями гораздо хлопотнее надо обкапывать как следует чтобы по максимуму сохранить корневую систему ребят да вишня уже вросла так вросла что это такое треснула сварка которую я варил надо идти за другую более мощного по так ребята что-то пошло получаться вросла так вросла ой даже не знаю приживется теперь на новом месте получилось теперь пойдем сажать в отличие от первой вишни которая лежит вон там на заднем плане у этой корневая система сохранилась лучше но это и принципиально два разных дерева вот если это сортовая то просто дичка выросший из корней ну однако я рассчитываю что на новом месте где у них будет достаточно просторы достаточно солнышко им будет хорошо и они все-таки будут давать урожай поэтому копаем ямки широкие добавим туда торфа перегной чека чтобы моим деревьям тут было комфортно по ведерку перегноя каждую лунку будет совсем не лишним чтобы у нас тут земля была плодородная чем наши местности тяжелая земля прям такая как масло пожалуй и второе ведерко будет не лишь вот ребята осталось полить надеюсь что у меня рука легкая и дерево перезиже зимует отлично а через пару лет порадует нас первым урожаем но все теперь можно отправляться на следующий фронт работы пока солнышко и нет дождя надо торопиться вот так ребята у меня организован круговорот перегноя в природе пока из правой части перегноя сборника мы берем уже готовый перегной чека отправляем его на участок тем временем в левую часть я вожу всякие листья растительные остатки и прочее это то чем мы будем пользоваться уже перегнившим состоянии через пару лет остаток сегодняшнего дня ушел на сбор и транспортировку листьев из сада в компостную кучу и уже перепревшего компоста наоборот сад под всякие там деревья сегодня меня освободили от сельскохозяйственных работ от всякой там уборки листьев посадки деревьев как я хочу реконструировать эту баню не покупая или почти не покупая никаких новых стройматериалов понятно что там нужны будут гвозди нужны будут какие-то отделочные вещи потому что гигантское просто количество стройматериалов у меня осталось после разбора старого дома ну и после строительства нового кстати тоже вот пока по обвязке я с этим справляюсь у меня уж тут выработалась определенная технология сегодня были друзья в гостях и говорят это кто вас тут строит местная уже с этой баней стал местным с этой стройкой подготовил последний элемент обвязки веранды потому что но это такая сложная конструкция получилась сейчас соберем вместе с вами и посмотрим все ли я правильно рассчитал все ли четко легло или где-то чего-то придется подправить как мне кажется неважно с какой стороны запил сверху или снизу главное чтобы была хорошая опора и вот в случае той конструкции которую я сделал опору на все столбы будет опирания то что надо сейчас вместе с вами проверим ну вроде все эту 100 можно опускать прекрасно опа и вот это вот балочка которая ложится сверху запирающая вообще ребят обвязка готова следующий этап это лаги пола а для этого надо будет лезть вот в эту кучу и избавлять доски 150 на 100 от гвоздей потому что полы я буду делать именно вот из этой вот вторички по причине того что начал моросить дождик я решил не покрывать свою обвязку антисептирующим раствором потому что но он не успеет питаться его весь моет сделают когда-нибудь другой раз поэтому займусь к я действительно гвоздями когда строители разбирали старый дом они сюда складывали все и доску 100 на 50 150 на 50 200 на 50 все в одной куче сейчас настало время все это рассортировать основа старого дома были доски вот эти вот 100 на 50 поэтому из них я и буду строить каркасные стены то есть будет 22 утеплителя полтинник лежать ну а дальше я планирую сделать из бруса 50 поперечное перекрестное утепление и в сумме будет 150 что думаете имеет место быть такая схема или все-таки лучше вот этот полтинник прибить сюда третьим чтобы было 150 и сразу класть три слоя утеплителя прошу вас ваши советы в комменты друзья для меня это очень важно чего я больше всего боюсь так это наскочить на какую-нибудь гвоздь их здесь столько много торчит несмотря на то что вот эти бруски 50 лет простояли в старом доме ребята они просто идеальны ровненькие сухие практически ни грамма гнили нет так что они еще послужат ну что же ребята выходные пошли немножко не так как я планировал развалил к эту кучу досок но толком так и не успел ничего с ними сделать погода осень но тем не менее вы видите что обвязка полностью готова когда приеду следующий раз антисептирую всю эту байду собью ее гвоздями поставлю на угольники чтобы все это уже крепко стояла и начну собирать пол вот он предбанник который я до последнего не разбирал здесь в общем то тоже уже как вы видите ничего не осталось кроме стен давайте с вами пройдем в баню самой бане в общем то тоже как бы все разобрано как вы видите для печки готов новый фундамент и она в скором времени переместиться вот сюда вот чуть правее но я ребят это сделаю только тогда когда у меня в пристройке вот здесь вот за этой стеной вот вот за этой вот стеной уже определиться уровень пола я буду понимать как этот уровень пола будет стыковаться с уровнем полу мощном и парном отделении чтобы все было по высшему разряду у меня конечно возникли определенные опасения том что мне не хватит досок для того чтобы закончить баню в этом же и заключается мой вызов как вы помните я вам пообещал что я хочу построить по сути построить новую баню вообще не покупая строительных материалов но я не говорю сейчас про расходники такие как там например гвозди какие-нибудь шурупы угольники лаки краски и так далее речь идет именно про деревяки потому что и отделочный материал и сами элементы каркаса у меня в общем-то присутствует вам открою святую святых это мой такой хламовничек маленький где хранятся ну скажем так те остатки дома которые желательно хранить под крышей и вон видите он стоят стекла вон они стоят рамы аж целых пять штук вот вот как раз таки эти рамы встанут и в комнату отдыха и в моечное отделение даже одно маленькое окошко парную если подводить итог того как прошли мои выходные даже несмотря на то что они в этот раз были короче чем я мне хотелось бы и даже несмотря на то что часть этих выходных были проведены под крышей по причине дождика а часть были заняты сельскохозяйственными работами с гордостью могу сказать что я посадил две новые вишни и теперь я все тоже который год жду что ну как даже когда у меня наконец-то вишен будет такое количество чтобы хватило не только на еду вы чтобы там не заморозить сварить варенье а может там и вишневочку какую-то забаламутить но и к сожалению у нас какая-то болезнь все наши вишни преследует и никакого урожая нет вот кстати еще один посыл к вам ребят вот у меня опять большая проблема с кротами видите сколько они тут наделали этих холмиков если вы посмотрите там сзади меня вот все вот эти черные кучки это все кроты я не знаю как с этим бороться буквально несколько дней назад я услышал случайно о том что существуют какие-то таблетки кладешь эту таблетку в кротовью нору и типа они там или сдыхают и убегают я не знаю что с ними происходит ну куда-то они деваются если вы слышали что-нибудь об этом может быть сможете мне дать совет стоит мне эти таблетки искать не стоит вообще что это такое но вот пока я вам рассказывал про то как прошли мои выходные вы еще параллельно на фоне всего этого увидели что у нас происходит на огороде я конечно к огородным делам имею вообще минимум какого-то отношения скорее выполняю разовые поручения потому что все мое время занято настройки но мне как и любому наверное дачнику приятно осознавать что все здесь в порядке все все здесь ухожено и готова к зиме то о чем я хотел вам рассказать начале видео а именно как обработать сад от вредителей за час-полтора я этого сделать опять таки не смог по причине того что была сырая погода перенесу обработку сада ну и соответственно видео на эту тему ну какой-нибудь другой выходной какой-нибудь другой воскресенье вы об этом обязательно увидите ну а кстати если не хотите ждать можете зайти по ссылке сюда до сюда можете зайти по ссылке и посмотреть мои старые видео на эту тему где могу вам сказать мойка высокого давления справляется с этим просто на ура но еще ребята два слова про ближайшие планы которые вот они стоят у меня за спиной это дерево обрабатывающий станок который во времена конверсии делали на одном из тульских оборонных предприятий очень короткое время его выпускали но однако он очень интересный потому что он может быть и токарным станком может быть фуганком и может быть циркуляркой какого здесь только функционала нет очень 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 много всякого разнообразного а у меня есть цель как можно быстрее поставить его в строй потому что он как раз таки мне очень очень пригодится на строительстве и реконструкции моей бани когда я буду заниматься отделочными работами снаружи и снутри я свои обещания перед своими зрителями держу поэтому торжественно клянусь вам сделать видео на ту тему ваш тоже превратится этот станочек после того как я одни а может быть двое выходных с ним поработаю это уже речь о ближайших планах сожалению выходные подошли к концу и пора выдвигаться домой поэтому ребята с вами не прощаюсь как всегда говорил увидимся в следующем видео переходите по ссылке пока друзья